Сегодня в Германии начался в полном смысле слова исторический процесс. На скамье подсудимых бывший охранник Освенцима, который лично причастен к убийству десятков тысяч узников. Формально он занимал небольшую должность, но был надежным винтиком нацистской машины уничтожения людей. Об этом говорят свидетели обвинения, люди, которые чудом выжили в лагерях смерти. Они требуют от суда не мести, а справедливости. Эсэсовец должен быть осужден за преступления, у которых нет срока давности. Репортаж Алексея Изотова. Эта фотография, где Леону Шварцбауму нет и двадцати, по сей день единственная память для него о родителях и дяде. Все они задохнулись в газовых камерах Освенцима, а ему чудом удалось выжить. И спустя больше 70 лет 94-летний Шварцбаум дает ключевые показания против своего ровесника, бывшего эсэсовца и охранника Освенцима Райнхельда Ганнинга. Я надеюсь только на его раскаяние, но не уверен, что это возможно. Я жду справедливости, правды и справедливости. Вот чего я жду. Обращаясь прямо к Ганнингу, который все первое заседание сидел, опустив глаза, по словам очевидцев, Леон Шварцбаум не мог унять дрожь в голосе и руках. Расскажите здесь все, что вы и ваши товарищи сделали. У меня перед глазами до сих пор грузовик полный голых людей, а запах горящей плоти преследует меня. И сегодня. Райнхельда Ганнинга обвиняют в причастности к смерти 170 тысяч человек. Именно во время его работы в Освенциме там были замучены и уничтожены сотни тысяч венгерских евреев. По данным прокуратуры, 20-летний член подразделения СС «Мертвая голова» занимался распределением заключенных и лично решал, кого отправить на принудительные работы, а кого в газовую камеру, исходя из состояния зубов и веса пленника. Это особо циничное преступление среди всех, что совершалось в Освенциме. Он же лично решал, жить человеку или нет. Представляете, он говорит, ты идешь в газовую камеру. Это же просто немыслимо. Впрочем, сам Ганнинг виноватым себя в смерти чудовищного количества людей не считает. По словам его адвоката, СС-овец работал в той части фабрики смерти, где газовых камер не было. Мы оставляем за собой право делать заявление, но не сейчас. Сначала мы хотим выслушать показания свидетелей. Я думаю, это уместно в случае такого резонансного дела. Однако прокуратура настаивает, что Ганнинг отлично знал, что узников, забракованных им для каторги, цитата, «жестоко и коварно уничтожали в газовых камерах в больших количествах и на постоянной основе». Убийство не имеет срока давности. Как прокурор я отвечаю за то, чтобы человек был привлечен к суду. К тому же есть моральный аспект. Это наша ответственность перед жертвами и их семьями. До конца мая суд по делу Райнхальда Ганнинга запланировал 12 заседаний. Заслушают воспоминания сорока свидетелей, людей, переживших Холокост и их потомков. Многие из них считают, что этот процесс должен был состояться еще полвека назад. Но за все эти годы из 7 тысяч служащих Освенцима перед судом в Германии предстали меньше ста человек. И лишь обвинительный приговор бывшему надзирателю концлагеря Сабибор Ивану Демьянюку. Суд признал, что он сознательно принимал участие в уничтожении евреев, запустил механизм возмездия бывшим нацистам. Было решение федерального суда, что один только факт причастности человека к расправам в Освенциме недостаточен, чтобы привлекать его к уголовной ответственности. Поэтому процессы не открывались десятилетиями. А после того, как был вынесен приговор Демьянюку, мы подняли дела всех охранников, которые служили в лагере смерти. 4 года тюрьмы. Такой приговор вынесут бывшему служащему Освенцима Оскару Грёнингу в прошлом году. Ханнингу же грозит от 3 до 15 лет заключения. Правда, в то, что дело дойдет до реального наказания, учитывая возраст подсудимого, мало кто верит. Но гораздо важнее, как сказал журналистам выживший узник Леон Шварцбаум, чтобы Ханнинг рассказал в суде свою историю, а мир лучше узнал, что произошло в Освенциме. Алексей Зотов, Дмитрий Малышев, Илья Журавлев. Первый канал. Продолжение следует...